здравствуйте дорогие зрители это канал охотники за брендами и с вами снова Наталья и Ирина и мы опять отправляемся по магазинам second hand в надежде найти что-то интересное и приглашаем вас прогуляться с нами и посмотреть что нам удалось найти сегодня первое платье которое мы сейчас видим это платье туника полностью расшитое пайетками оно новое на нем висит ценник 18 фунтов оно стоило платье украшены пайетками сейчас в тренде но такой вариант наверное больше все-таки напоминает костюм русалки а эти туфельки которые сейчас вы видите на своих экранах в частности в центре который находится это туфли от компании кларкс выполненные из натуральной кожи бежевого цвета и украшенные таким декоративным узлом довольно интересные и несмотря на то что мода стремительно меняется появляется какие-то новые модели обуви эти остаются всегда в тренде еще одна интересная находка это сумочка от компании пэтси джонсон это знаменитый американский бренд который выпускает одежду аксессуары и обувь сейчас вы видите сколько стоят сумки от этой компании на ebay основателем компании является одна из самых эпатажных интересных дизайнеров нашем времени бетси джонсон бренд существует с 1978 года уже более 40 лет любимым цветом дизайнера является неоновый розовый а сейчас на ваших экранах сумочки которые созданы под руководством этого дизайнера невероятное разнообразие форм и цветов и идей бетси джонсон одна из самых эпатажных и необыкновенных дизайнеров и несмотря на свой возраст и сейчас уже около 70 лет даже немного более это одна из самых удивительных молодых улыбчивых и замечательных женщин и в конце всех своих показов она непременно делает сальто назад и повергает мне описываемый восторг всех зрителей наш поход к магазинам это сумочка от компании гайла роше сумка выполнена из искусственной кожи стеснением под кожу крокодила наверху имеется металлическая планка с названием гайла роше с длинными ручками сумка шопер на ebay такого плана сумки могут стоить от 25 до 100 долларов в зависимости от материала модели и здесь в этом магазине в этот день эта сумка стоила около 14 евро еще одна находка это клатч от компании тэдбэйкер тэдбэйкер это один из самых неординарных и быстро развивающихся британских брендов клатчи и маленькие сумочки которые они выпускают в принципе делаются в так называемом парижском стиле с использованием гламурных цветов и нежных и привлекательных оттенков изначально компания тэдбэйкер занималась выпуском исключительно мужской одежды и затем они начали выпускать женскую одежду аксессуары и сумки клатчи а также часы косметику и парфюмерию и сейчас совместно с компанией samsung htc они выпускают мобильные телефоны так что это одна из очень быстро растущих и перспективных британских компаний ну чтож от сумочек тэдбэйкера возвращаемся в наш секонд-хенд нашли такую сумку бежевых цвета возможно она будет неплохо смотреться с одеждой светлых тонов летом мы не нашли название компании производителя но она показалась нам интересным сумочкам довольно редкая находка сумка от компании тори перч первый раз мы встретили сумку такую в секонд-хенде этот бренд выпускает спортивную одежду повседневную одежду а также вечернее платье аксессуары и он существует 2004 года дизайнер тори борч является основателем этой фирмы и она получила в 2007 году звание вернее награду которые были присвоены за как лучший художник года в области модных аксессуаров сумка стоило 10 евро выполненная нейтральной кожи довольно симпатичная еще одна сумка эта сумка от компании мюльбери сумки этой компании иногда встречаются магазинах секонд-хенд не часто но к сожалению большая часть из них является не оригинальными то есть фейковыми вариантами данная сумочка скорее всего оригинальная у нее мясо серийный номер но она имела уже довольно потрепанный вид поэтому покупать мы ее не стали хотя возможно на лето это тоже очень неплохой был вариант ну а это подарок для любителей искусства репродукция к картины клода моне главная дорожка через ажеверни но все я думаю всем известно имя клода моне сама картина была написана в 1902 году но в истории искусства имя этого художника тесно связано с его домом заверни в этом доме у художник прожил почти 43 года ну а то что а вот такая картина попалась в секонд-хенде это довольно редкое явление еще одно произведение искусством можно сказать которое мы нашли в этот день секонд-хенде это акварель на которой изображен кафедральный собор в городе линкольн это один из самых знаменитых кафедральных соборов в готическом стиле в англии который является третьим по своей величине храмом средневековой англии еще мы нашли три гравюры на которых изображены речные яхты начала 20 века возможно их было больше в этой коллекции сейчас в данном магазине было их только три скорее всего что они имеют какую-то ценность но мы не очень хорошо разбираемся в этой теме и не можем сказать насколько ценными является эта находка вот вы видите там другой страны есть название и описание этого речного судна но наверное есть любители которые смогут по достоинству оценить эту находку дорогие наши зрители мы не смогли равнодушно пройти мимо такого островка весны только что в продажу поступили весенние цветы это гиацинты нарциссы тюльпаны они небольшого размера очень маленькие но вот такое изобилие красок просто создает абсолютно весеннее чудесное настроение мы хотим поделиться с вами тоже тюрьма и и и и и и так ну давай в общем так сегодня заехали в очередную хуману и вот я себе нашла вот такую маечку без чисто для себя сегодня все по 50 копеек вот иришка там не растягивает в общем состояние у майки идеально летом джинсами когда очень жарко как говорится руки и ноги что-то не так смотрится мне все равно да на чем это за 50 копеек я беру потому что даже под джинсовый пиджак одеть джинсами я летом точно такие майки с удовольствием ношу вот а теперь смотрите бербари все классно до вышивка здесь у нас все как положено моих держу первое что будет смотреть даже не на внутренние лэбл вышивка видите все перед нами стопроцентно фейк потому что вся вышивка сделана на на бумажке и какие бы у вас лейбл и не висели там бюр бюр барина лэбл и все это вообще ничего не будет уже дальше иметь значение потому что это просто симпатичный фейк кто просто хочет на себя вышивка бербари одеть и по качеству видно что карман какой-то оттянутый в принципе да но я просто говорю как легче всего даже сама лошадка она такая должна быть более вытянутая высокая она такая знаете как плоская в общем нет вот вот вам пожалуйста так наглядно что кто-то за 50 копеек в любом случае записать копеек кто-то купит я вас уверяю давайте на нашем канале основе снова наталья ирины пока нет ну как она есть но сегодня утром нет потому что в общем то у меня сейчас знаете такое хорошее обалденное настроение сейчас с германии прилетает сегодня мой сын вот он меня попросил он меня попросил в общем то его встретить обычно он такой у меня парень самостоятельный либо приезжает на либо его кто-то встречает из друзей мои в общем то изменения во внешности его очень тронули он сказал вам привет пожалуйста меня встретит мне интересно узнаю ли я тебя на канале в общем то сейчас я заеду отправлю посылки по продажам и поедем с вами в аэропорт и ну в общем то есть мой сын согласится я покажу свою гордость вот такие планы каких-то других планов у меня на сегодня нет вот и наверное на ближайшие четыре дня которые у меня будет сын внутри на 4 3 на 4 он у меня уезжает в общем то никаких планов у меня не будет вот кроме как общение с очень близким для меня человеком а у меня со старшим сыном но просто удивительно близкие отношения я очень жизни благодарна что у меня так отношения с сыном сложились и конечно я думаю у нас много много времени чтобы побеседовать и я очень рада что у меня есть это время чтобы побыть старшим сыном поговорить побаловать его вкусненьким ну в общем то обыкновенная мама которая ждет свое чадо ну что поедете с вами в аэропорт так ну вот я встретила своего сына и мы сейчас зашли в вижен экспресс у нас 50 процентов скидки на оправу и заодно прилетел с германии заодно себе сделать очки я тоже себе присматриваю очень такой интересный оправу dior и вот тоже сижу дома нужны очки или нет но мне нужны с авто затемнение у меня даже скорее проблему несколько со зрением то что глазную давление сына стоит оплачивает свои очки привет красава так как ты это точно увеличила привет красава очки заказал вот смотрите это моя гордость ну что пойдем в кафе покушаем пока очки будут готовы пойдем ребят смотрите нам принесли вот такие полотенчики кто бы мог подумать раньше просто вот такой вот полотенце в общем то это берешь и этим вот так вот примерно это потом выглядит вот так до чего дошел прогресс ну что встретила свою радость в аэропорту а вот сидит заказали очки у нас вижен экспресс 50 процентов скидки на оправы поэтому вот даже с берлина получается выгодно сделать очки до сына но тебе еще ближай здесь не надо потому что все твои рецепты здесь ну посмотри ну посмотри на улыбке мамуля рада тебя видеть ребят я вам показывал согласился показаться на нашем канале все ладно сына едем домой сделали все всем пока